Здравствуйте, меня зовут Евгений Серов. Я рад вам представить серию уроков по созданию музыки в стиле рок, а точнее сказать в стиле трэш. Данную композицию я буду создавать с помощью программы Cubase 5, а также некоторых WST инструментов. А также обрабатывать наши дорожки с помощью плагинов, которые имеются как в Cubase, а также других плагинов, о которых я расскажу чуть позже. Это небольшой проект, он содержит всего лишь несколько дорожек и состоит из партий ударных, также присутствуют 4 гитары. Это 2 ритм-гитары, 1 соло-гитара и, конечно, бас-гитара. Есть здесь клавиши, а также 2 дорожки с партиями вокала. Одна дорожка вокала основная, а другая, которая идет в припеве, она будет вспомогательной, там будет идти второй голос. В данных уроках я более конкретно расскажу о всех плагинах, которые я использую, о всех WST инструментах, которые будут применяться в данном проекте. Итак, для начала я расскажу, какие окна я буду использовать в данном проекте. Это, конечно же, основное окно, окно проекта. Также будем использовать окно WST инструментов. Оно вызывается клавишей F11. Мы будем использовать аудиоредактор, встроенный в Cubase. Также будем использовать MIDI редактор, который тоже встроен в Cubase. И, конечно, мы будем использовать микшер. Микшерную панель, которая выглядит в сокращенном виде так. И вызывается клавишей F3 или нажатием на данную клавишу в окне проектов. Также будем использовать темпа трек. Немного совсем будем изменять темп, для того, чтобы придать более живой звук нашей композиции. Конечно же, будем использовать окно Pool, для того, чтобы импортировать аудио в наш проект. Перед тем, как создавать данный проект, я сделал небольшие настройки в Cubase, а именно в окне File. Нажимаем Preference. Настройки. Здесь я изменил некоторые настройки в Appearance Matters. То есть изменил окраску нужных нам частот, которые будут нам видны при воспроизведении трека. Обратил внимание на уровень минус 6 дБ. Выбрал настройку красного цвета. Также превышающие 6 дБ у меня будет желтый цвет. И превышающие 0 дБ тоже красный цвет. Кроме того, посчитал для себя удобным сделать некоторые настройки в окне Transport. А именно поставил галочку на Return to Start Position on Stop. При данной настройке у нас позиция курсора, которая проигрывала наш трек, при нажатии клавиши Stop возвращается в первоначальное положение. В Cubase же, по умолчанию, эта галочка не стоит, и позиция нашего курсора остается на месте, где мы остановились. Больше существенных настроек я не делал. Также я включил значение Snap и поставил его в позицию Events. Это я сделал для того, чтобы все наши перемещения были точны. В данном проекте первым треком я поставил меди трек, который разукрасил в разные цвета. Это я сделал для того, чтобы легче ориентироваться в данном проекте при зуминге. Например, каждая часть разукрашена в свой цвет, и мы видим в данном случае, что я нахожусь на припеве, именно на первом припеве. Это делаю я по привычке уже из старых версий Cubase. Вместо этого можно использовать Track Arrange. Но в данном случае я использую просто обычную миди дорожку. Давайте для начала прослушаем нашу композицию. Начинается она с клавишных, потом идет небольшое вступление, дальше идет куплет и припев. Добавляются немного тарелки из ударной установки. И вступает гитара. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И далее идет припев и концовка. Вот это вкратце я вам показал, какой у меня получился трек. Давайте вкратце я покажу, какие VST инструменты я использую. VST это VST по-другому, аббревиатура Virtual Studio Technology. Виртуальные инструменты или VST-I. I означает Instruments. Это виртуальные инструменты, которые могут подключаться к Cubase различных версий. Также и Cubase пятой версии. Итак, для ударной установки я использую VST инструмент под названием Easy Drummer от фирмы TuneTrack. Я использую кит под названием Drum Kit From Hell. Также у меня есть и другие киты для различных стилей, но я использую этот. Для создания соло-гитары я использую инструмент фирмы Virtu под названием Electro-Sexity. Для создания партии клавиш использую инструмент Plug Sound, а именно набор Keyboards. И использую плагин Soft Piano Pad. Для левой гитары я использую Real Strat от фирмы Music Lab. Для гитары, которая находится в правом канале, использую Real LPC. Той же фирмы Music Lab. Для создания бас-гитары использую Broomstick Bass. И также прописаны у меня две партии дорожки с вокалами. Для обработки этих инструментов я использую различные плагины. Для того, чтобы просмотреть их, можно нажать на букву I в окне микшера. А также можно ее найти, эту клавишу, если мы выберем любой MIDI трек. Раскроем его. И нажмем тоже на клавишу I. И здесь мы увидим, какие настройки используются. Также фейдер из микшера и все остальное. Но можно также просто использовать микшер. И в развернутом окне у него есть несколько видов. В данном случае нас интересует вкладка с Insert эффектами. Вкратце расскажу, какие я эффекты использую. Для ударной установки, для основной ударной установки, я использую эквалайзер от фирмы Sunoxys. Также я использую максимайзер от фирмы Waves. Также вывел в отдельный канал барабанов рабочий. И на него повесил ревербератор, встроенный в Cubase. На клавишах у меня присутствует студийный эквалайзер, который управляется автоматизацией. Также имеется эквалайзер Sunoxys. Далее у меня в левой гитаре присутствует эффект под названием GTR Pull-Rack Stereo. Это набор эффектов для электрогитары от фирмы Waves. Также есть здесь компрессор и есть эквалайзер от фирмы Sunoxys. Во второй гитаре я использую другой процессор эффектов под названием Guitar Rig. И также у меня тот же самый студийный эквалайзер от фирмы Sunoxys. Для обработки баса я использую amp-симулятор, который имеется в Cubase 5. Использую также эквалайзер Sunoxys. Для вокала я использую как компрессор, встроенный в Cubase. Также эквалайзер от Sunoxys. Мульти-компрессор, тоже встроенный в Cubase. Дей-изер, мульти-максимайзер многополосный и ревербератор, встроенный также в Cubase. Для второго вокала я использую практически тот же набор, только единственное использую другой максимайзер от фирмы Waves. И использую также дублер от фирмы Waves для придания широты второму голосу. В мастер-секции у меня содержится максимайзер для придания громкости всему треку. И также измеритель iXL, мультиметр, с помощью которого я контролирую все изменения, которые у меня будут происходить. Как на этапе сведения, так и на этапе мастеринга. Я использую данный плагин, а также использую другие плагины от других производителей, о чем я расскажу чуть позже. Вот в принципе и все, что можно для начала сказать. Смотрите дальнейшие уроки. В них я более конкретно остановлюсь на всех этапах создания музыки. От создания партий до объяснения инструментов также будет у меня раздел, посвященный сведению, а также раздел, посвященный мастерингу. До новых встреч!